Слава Господу! Слава Господу! Добрый день, доброе утро, добрый вечер, доброго временных суток. Пусть вас Бог благословит. С вами пастор Генри Мадава в эфире «Голос Победы». Часто меня спрашивают, пастор Генри, почему вы все время верите в победу? Во-первых, потому что во Христе нам дало победу. Бог дал нам победу. И вся есть победа, победившая мир, вера наша. Во-вторых, церковь наша называется «Победа». А почему? А потому что Христос для нас, Он приобрел великую победу. Поэтому слава Богу! Поэтому сегодня у меня есть послание для вас, которое очень важно. Прошлое наше уже ушло. Настоящее уже заканчивается. Очень важно, чтобы наше будущее было построено, победоносно, правильно и так, как Бог запланировал. Поэтому хочу с вами сегодня поделиться шестью столбами, на которые можно успешно построить свое будущее. Вот эти шесть ключей, которые Бог мне открыл, помогут вам, чтобы ваше будущее было построено успешно и хорошо. Давайте послушаем. Многие люди очень волнуются и переживают за свое будущее. Какое оно будет? Где будет? Что будет? В каком виде будет? Будущее волнует очень много людей. Наше будущее не зависит от стечения обстоятельств. Наше будущее мы с вами строим. Правда, мы это делаем вместе с Господом. Потому что твое прошлое у Него в руках. Твое настоящее у Него в руках. И твое будущее тоже у Него в руках. Как мы доверяем Ему нашего прошлого, чтобы Он очистил нас от всех грехов и дал нам новую жизнь. И мы доверяем Ему наше настоящее. Точно так же нужно передать в руки Божьи наше будущее. Бог в прошлом, Бог в настоящем и Бог в будущем. Уже. Вот я хочу сегодня, чтобы мы посмотрели, как строить твое будущее с Богом. Или же будущее, которое Бог хочет для тебя. Давайте прочитаем с вами Посланок Филиппинцам, 3 глава, 10 стих по 15. Мне кажется, что здесь изложено очень четко, как строить свое будущее. Взяв пример или наставление человека, который построил свое будущее, свою жизнь и закончил и готовился уже идти к Господу. И он говорит, хочу познать Его и силю воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забываю заднее и простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к цели это будущее. К почести высшего звания это все будущее. Самый первый столб для того, чтобы строить будущее с Богом, Павел называет так. Чтобы познать Его и силу воскресения. Самое мощное орудие строительной способности и силы, которое может помочь нам строить будущее правильно и так как надо, нету ничего сильнее, чем познать Бога и познать Его силу. Даже если больше ничего нет у тебя, ни профессия, ни призвания, ничего нету. У тебя только это и то твое будущее уже обеспечено. Углюбление в Боге и познание Его силы, которые воскресило Иисуса из мертвых, полезно тебе. Углюбляйся в Боге, углюбляйся в Боге. К сожалению, будущность у нас обеспечена не просто тем, что я покаюся, а оказывается тем, что познать углюбление в Боге. Не делай шаги назад. Не убери глубину, которую ты уже достиг с Богом. Нужно познать Его и силу воскресения. Даже если ты не будешь служить, но ты Бога познал, и ты продолжаешь познать, и сила Его открывается, эта сила и познание Бога будет работать вокруг тебя, для тебя, вокруг всего, что твое, и обеспечит тебе будущность. Не говори, я уже больше не служитель. Теперь могу чуть-чуть, не обязательно так глубоко. Это называется заблуждение, обман врага, с целью тебя же обворовать. Познание Бога важно, ты в служении, или ты не в служении. Заметите, нужно углюбляться в Боге. Когда мы говорим углюбляться, мы имеем в виду углюбляться в Его силе и в Его способностях. В той свободе и победе, которую Он нам дал во Христе Иисусе. Углюбляйся в Его способностях обеспечить тебе в жизни. В Его присутствии, хождении с Богом. В Его принципах и в истине. Должно доходить до того, что твоя жизнь управляется Божьими принципами и Божьей истиной. Твое мнение уже становится отсутствующим. Во всем Божьи принципы становится как рефлекс твоей жизни. Автоматически ты бежишь к Божьим принципам. Углюбляйся в Его плане спасения и искупления. Что произошло на Голгофе? Что я имею? Какие мои ответственности? Какие обетования мне даны? Заметите, совокупность всего этого удивительна, как повлияет на твою жизнь. Хождение с Богом приносит большую пользу в твою жизнь, в жизни твоих детей, в жизни твоих внуков. Ты это делаешь не только ради того, чтобы ты еле-еле был спасенным. Такой образ жизни, это называется рискованное. Потому что если ты еле-еле, дьявол может так сделать, что в моменте ухода с земли, ты не был в хорошем отношении с Богом. И ты будешь потерян навсегда. Лучше живи углюбленно в Боге. Кто-нибудь скажи тебе аминь. Когда человек дружит с Богом, когда человек ходит с Богом, то его будущее обеспечено и гарантировано. Смотрите, как говорится в Псалом 22, с 1 стиха по 6. Это был Псалом Давида. Как он строил свое будущее? Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Это будущее. Заметьте, он покоит меня на злашных пожитиях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долину, и смертные тени, это много ужасных вещей и ситуаций в жизни. Не убоюсь зла. Два причина. Потому что ты, Бог, со мною. Твой жезел и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мной трапезу ввиду врагов моих. То есть, даже если передо мной будут враги, это не говорит о том, что со мной конец. Это просто говорит о том, что даже ввиду их, я буду накормлен хорошо. То есть, они тоже меня не пугают. Почему? Господь, пастырь мой, он со мною. Умасил елеем голову мою, чаша моя переисполнена. Так благости и милость досопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребуду в Доме Господнем многие дни. Когда мы познаем Бога, ходим в Его силе. Две вещи. Телехранители. Бог высвобождает. Сопровождает нас в жизни. Это называется благость и милость. Они начинают сопровождать тебя, куда бы ты ни шел. Сопровождать твоих детей. Сопровождать внуков. Сопровождать все, что ты делаешь. Номер два. Халлелуйя. Там, где мы читали от Павла. Возвращаемся к 13-14 стих. Братья, я не посчитаю себя достигшим, а толко забывая задний, простираясь вперед. Что такое вперед? Это к тому, что передо мной, в будущее. 14 стих. Стремлюсь к цели. Цели это не то, что здесь. Цели впереди. К почести высшенного звания Божия во Христе Иисусе. Стоп номер два. Заметите, когда мы говорим о будущем и строить будущее, которое Бог хочет, или как строить будущее с Богом, мы должны иметь в будущее какое-то видение от Бога и цели от Бога. Должна быть какая-то мечта. Что-то в нас. Смотрите. Будущее – это не пустой горизонт. Где я увидел горизонт, радиус, через час я дошел до этого горизонта и смотрю на новый горизонт. Снова через час уже я увидел новый горизонт. Это называется бегаю в никуда. Оказывается, мы имеем будущее не благодаря горизонту. Мы имеем будущее, потому что мы имеем Божьи звания, Божьи призвания, Божьи мечты и Богом вложенные цели внутри нас. Это то, ради чего нам нужно в будущее. Если будущее пустое, то ради чего мне оно нужно вообще? Я не знаю, как вы, я из тех людей, когда цели нет, я не вижу смысла. Мне нужны перед собой всегда четкие, понятные цели. Смотрите. Зрение хорошее. Что значит зрение хорошее? Зрение хорошее означает четко вижу все, что есть сейчас. Это зрение. Это видеть то, что есть. Видение же это видеть то, что будет. Заметите, мы живем не зрением, а видением. Твое видение диктует твой образ мышления, твои решения, с кем общаться и каких дорог избегать. Когда мы живем ради Божьего видения, то ли это призвание, то ли это цели, то ли это мечта, то ли это то, что Бог вложил по отношению к кому-то. Это топливо становится для твоего движения вперед. Даже говорится в Господе Иисусе, что из-за радости, предстоящей перед Ним, Он претерпел кресть. Он был послушным до смерти. Претерпел кресть. Крест смертный. Почему? Из-за предстоящей перед Ним радости. Третий столб, ключ, как строить свое будущее с Богом. Беги в будущее. Мало времени. Павел назвает таким образом, он говорит, я стремлюсь к цели, к почести высшему званию во Христе Иисусе. Вот, братья, я не почитаю себя, достигшим 13 стих, а только забывая задние, простираясь. Он бежит, он стремится. В будущее мы не попадем, если мы ходим назад. в будущее надо бежать, простираться, стремиться, усилия вкладывать, чтобы попасть в будущее. Когда человек бегает, он делает все, что может. Не все, что хочется, не все, что удобно, не все, что получилось, а все, что могу. И это делается постоянно. Не торопитесь сдаваться в жизни. В конце вы будете очень даже доволны. Кто-нибудь скажет аминь. Забывай прошлое. Научись забывать заднее. И научись делать перезапуск и перезагрузку своей жизни на каждом этапе. Не обязательно иногда пепель из вчерашнего костра сохранить. Время от времени перезагрузи. начнай снова. Не в смысле выбрасывать дома, квартиры, семьи. Нет, я имею ввиду внутри себя. Просто перезапусти. Что здесь все это уже забываю. Я вот иду дальше. Не взяв в будущее с образом мышления прошлого. Не взяв. Образ мышления прошлого соответствовало прошлому. А в будущее нужно войти с образом мышления другой. Не прошлого. Прошлое. Вот почему Павел говорил, что забывай заднее. прошлое и боли любят хоронить твое видение, твою мечту, твое призвание. Надо забыть прошлое. Некоторые из вас вы похоронены. Настоящая вы уже давно нет. Есть приспосабливающие версия вас. Вас давно нет. Тот, кого вы себе знаете, нет. А Бог говорит, не позволяй хоронить мечту, видение, призвание или хоронить самого себя. Потому что, кто ты, задуман о Богом, раньше, чем пришли боли, раньше, чем пришли трудности и раньше, чем пришло твое прошлое. Как строить будущее с Богом или будущее, которое Бог хочет? Твое мышление это залог успеха в будущем. Поэтому Павел говорит таким образом, 15-16 стих. Итак, кто из вас совершен, как выражается совершенство, так должен мыслить. И смотрите, что Павел говорит, если же вы о чем иначе мыслите, если вы не так мыслите, то и это Бог вам откроет. То есть, он считает, что это заблуждение, неправильно мыслит иначе. И Бог сам хочет, чтобы вы мыслили правильно. И он говорит, это 16-й стих, впрочем, до чего мы достигли, так должны мыслить и по тому правилю жить. Наше мышление это залог успеха в будущем. Меняйся в своем мышлении постоянно, чтобы не остановиться на одном месте. Будущее твое требует новых взглядов и новых точек зрения. Продолжай меняться, потому что обновленный ум и измененное мышление или мышление, которое способно меняться, а еще лучше, когда уже измененное. Это самое сильное орудие у тебя. Не порти его. Читай, смотри только, чтобы создать новые масштабы в твоем мышлении и видении и призвании. А новые масштабы мышления создают новые масштабы твоего будущего. Заметьте, что твое будущее в руках у Бога. Великолепно! Вы понимаете, что для Бога будущее открыто, поэтому его принципы работают и в прошлом простить нас и в настоящее помогать нам и будущее, чтобы было уже построено. Бог, Он в прошлом, Он в настоящем и Он в будущем. И поэтому, когда я вижу Слово Божие, я понимаю, что передо мной Слово, которое способно влиять на мое прошлое, на мое настоящее и на мое будущее. Заметите, многие люди приходят к Богу и получают свои чудеса от Бога, потому что они, когда берут Слово Божие, они верят. Я сегодня хочу вам показать несколько человек, которые получили чудо от Бога, потому что поверили. Давайте посмотрим. У Ирины на протяжении трех месяцев была боль в ухе и было ощущение, что оно заложено. Во время молитвы она почувствовала, как будто кто-то прикоснулся пальцем и вытянул пробку из уха. Кто-то вытянул пробку из вашего уха? Да, как будто палец всунулся и прямо сейчас я чувствую, что-то выходит, 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 выходит. Я благодарю Господи. А это было из-за чего? Я не знаю, ну какое-то было давление. А врачи назвали это болезнью как-то? Вы знаете, я знаю, что мы Господь врач. Вы не пошли к врачам? Я не пошла, я просто поверила, что Господь Иисус из-за этого уха правое хуже слышала? Да. А теперь слышат одинаково? Да. То есть как вы узнали, что оно лучше слышит? Вот только вы сказали, что сейчас прямо из-за уха и сразу пошел процесс, кто-то вложил палец и вытянул. И вытянул? Да. Вы знаете, когда Иисус говорил слово «Иди, слуга твой выздоровел»? Иисус не назвал адрес, где находится слуга, но слова Иисуса нашли адрес самостоятельно, выбрали именно того слугу и исселил его. Получается, я говорю на сцене уха и слова эти побежали по залу, нашли ее и вытащил пробку. Слова, которые мы говорим под помазанием, знают адрес, кому прийти, даже если много людей, она всегда знает адрес. Не бойтесь говорить слово Божьей. Я рад за вас. Пусть вас Бог благословит. Вас зовут Татьяна. У вас была боль в пояснице. Как давно? Больше года. Больше года. И когда я сказал проверять, вы начали проверять, и боли начали уменьшаться. И почувствовала, что она все меньше и меньше. Вы можете стараться согнуться? Вот я вот так. А, это туда. Вы могли. Вот так вот. Мне было больно. А сейчас мне нет. Господь, спасибо тебе Господа Татьяна во имя Иисуса. Слава Богу! Вы знаете, когда я вижу чудеса, я заметил, что Бог творит чудеса в любой стране. И когда я вижу чудеса, я вижу со мною Бог на всяком месте. И Он действует одинаково везде. Но я хочу помолиться с вами, чтобы у вас произошло тоже чудо от Бога. Если вам нужно чудо от Бога, подумайте, вспомните и озвучите. И я помилюсь, и Бог сделает чудо для вас. Но сначала хочу помолиться с теми, кто еще не принял Иисуса в своем сердце. Если есть желание примириться с Богом, получить прощение грехов, стать Божьим детьем, то помолитесь со мной прямо сейчас. Скажите, Отец Небесный, прости меня все мои грехи. Господь Иисус, войди в мое сердце. Будь моим Господом и Спасителем. Во имя Иисуса. Аминь. Если ты помолился эту молитву искренне, Господь простил. И все новое. Теперь время для чудес. Тебе нужно чудо от Бога? То скажи со мной, Отец Небесный, сегодня от тебя принимаю чудо. Во имя Иисуса. Аминь. И также скажи, Отец Небесный, я принимаю Твое слово, чтобы мое завтра было построено успешно. Во имя Иисуса. Аминь. Теперь я хочу помолиться за Тебя. Господь, благодарю Тебя, что Ты Бог живой и Слово Твое живое и действие. Поэтому я провозглашаю чудо в жизни каждого, кто слышит и видит. Чудо исселения, чудо финансов, чудо в семье, чудо в отношениях, в работе, в бизнесе. Провозглашаю Твое чудо действие. Силу во всех ситуациях во имя Иисуса. Аминь. Пусть Вас Бог благословит. Я Вас очень люблю. Жду Ваши писем. Напишите, сообщите, что с Вами произошло, и мы будем молиться и благодарить Бога вместе с Вами. Богом Субтитры Субтитры подогнал «Симон»